И то, что я вам сказал, является уникальнейшей методикой, забытой абсолютно человечеством. Если человек выбирает себе дерево в лесу, оно должно быть толстое, не тонкое, и прямо стоять. И на корене должно быть сильных таких дефектов, признак, что дерево больное. То есть кора хорошая, красивая, ветки красивые, оно прямо стоит, это дерево, и толстое. Если вы к нему встаете, и вы чувствуете, что вам приятно, дальше ничего не бойтесь. Потому что если вы будете в течение 25 минут стоять возле этого дерева, почувствуете реально, как у вас что-то будет происходить в организме. Какие-то волны идти, там что-то заболело, прошло, это все лечится, лечение. Если человек с 25 минут стоит возле дерева в день, то все тонкие психические каналы у него прочищаются, и он может реально быть здоровым. Ну, конечно, это не отменяет бег там и все прочее. Ну, то есть если человек заболел, он может просто к дереву встать, любая болезнь проходит, если это дерево вам подходит. А вы легко почувствуете. Встает спиной, плохо не становится, спокойно, хорошо, приятно, значит, ваше дерево. Но не вставайте к дереву, которое вам не нравится глазами. Чувствуете, что нравится вставать спиной именно, обнимать его не надо. Если вы 50 минут стоите возле дерева, то тогда будет глубокое пролечивание. Например, за 50 минут может начать рассасываться доброкачественная опухоль, допустим, щитовидной железы или придатков там и так далее. Но она будет рассасываться долго, в течение нескольких месяцев. Но при этом надо еще двигаться, не забыли? Теперь посты. Это тоже сильное лечение. Посты могут влиять на грубое тело, могут влиять на тонкое тело. Вы не устали меня слушать? Нет. Вот смотрите, допустим, если вы хотите психику лечить, то тогда надо поститься по дням недели. И поститься надо на воде весь день, а на следующий день выходите из поста. И весь этот день надо больше заниматься чем-то духовным. Молитва там и так далее, в храм сходить обязательно. Если вы поститесь на воде и сильно хотите кушать, заканчивайте пост в обед. Если человек постится и сильно хочет кушать, это неблагоприятно. Во время поста нужно отвлечься от желания кушать. Если вы весь день чем-то заняты, всем желаете счастья, кушать не хотите, значит поститесь дальше. В обед вы должны решить или выйти из поста, или уже поститься до утра, потому что вечером выходите из поста, предно для здоровья. Если вы поститесь в понедельник, то этот пост психически нужен для того, чтобы лечить семейные отношения. Этот пост нужен для того, чтобы лучше чувствовать ближе родственников, любить друг друга лучше. Ну то есть пост по понедельникам нужен для того, чтобы гармония в семье была. И он подходит женщинам, когда нарушен цикл. И если у человека плохой сон и постоянно меняется настроение, плохое настроение, то тоже пост по понедельникам подходит. Я понимаю, да. Пост по вторникам нужен для того, чтобы человеку объявление сделать, сейчас сделаю. Пост по вторникам нужен для того, чтобы лечить гнев. Гнев мужчинам бесплодие, силу воли вырабатывать, решимость и храбрость. И побеждать злые влияния, различные злые невлияния на свою судьбу пост по вторникам. Если вы не можете разговаривать ни с тем, у вас молчаливость, если у вас нарушение, ну как бы, ритма там сердца, там желчеводящих путей и так далее, то пост по средам нужен для гармонии с этим миром. Если вы погоду не любите, город не любите, людей не любите, одинокие, замкнутые, пост по средам для того, чтобы разомкнуться, всех любить, общаться лучше. Если у вас нет цели в жизни, депрессия, нет духовной практики, нет веры, нет возможности побеждать судьбу, то пост по четвергам. Если вы не чувствуете счастье в жизни, постоянно все плохо, тяжело, неприятно, нет вкусов к пище, нет вкусов к жизни, к людям, никого не любите, пост по пятнице. Если у вас в жизни непреодолимые препятствия, все плохо, все тяжело, не можете вылечить болезнь. Если вы чувствуете, что жизнь дала трещину, то пост по субботам. А если вы хотите укрепить чувство собственного достоинства, хотите иметь хорошее положение в обществе, добиться чего-то в жизни, подняться, вот, стать крепким, уважаемым, ответственным, то пост по воскресеньям. Субтитры создавал DimaTorzok